Автор истории Йенокин Лет то там, то семь по разным шабашкам, полностью разорвав связи с семьёй, что называли меня бесполезным бездельником, я наконец понял, в чём моё призвание. История. Вот что влекло меня более всего на свете. События настоящего в моих глазах меркли в сравнении с далеко минувшим, куда-то мелким суетным проблемам, попадавшим в паршивые газетёнки, они ведь рядом не стояли с величием прошлого. Готовясь поступать в будущем учёбном году, я всё время корпел над книгами, однако деньги, скопленные ранее, исчезали крайне быстро, так что подработка была мне просто необходима. Много где успев поработать, я был весьма непривередлив в вакансиях, не как современная молодёжь, однако одно из условий являлось приоритетным – вечерняя и ночная работа. Не то, чтобы я был сильно занят днём, ведь готовиться можно было бы и вечером, скорее это лишь лёгкое послабление своим слабостям. Я просто ненавидел солнечный свет. Ненавидел я его настолько, что днём я всегда зашторивал окна полностью, чтобы даже случайный лучик не смог пробиться, а на улицу старался попросту не выходить. Признаюсь, мне всегда казалось, что солнечный свет безжалостно подсвечивает все мои недостатки, выделяя из толпы, будто крича «Смотрите, это же тот самый неудачник!» Или «На арене цирка снова выступает этот идиот!» Так давайте же понаблюдаем за его глупым поведением. Находясь на улице в дневное время, я всегда вжимал голову в плечи, стараясь закрывать лицо кепкой и тёмными очками проскакивать мимо людей так быстро, будто спешил на поезд. Да, знаю, поведение весьма странное, но что я могу с этим поделать? Если бы я знал, насколько мне повезло, когда я наткнулся на одну из вакансий, то сразу бы, не то чтобы не позвонил, уехал бы из города к чёртовой матери. Но нет, я тогда считал, что вытянул счастливый билет и радостно улыбался, набирая номер телефона. «Охранник для работы в ночь в ботаническом саду. Что может быть проще и спокойнее? Если бы я знал, как я тогда ошибался. Спустя время я уже шёл по территории сада вместе с крупным, даже обрюкшим мужчиной в костюме защитного цвета». «Ха, что-то ты щупловато, парень!» Раскатисто захохотал он, осматривая меня. «А чего в кафешку не пошёл? Официантом там, или как его, это, барменем? Барменом? Ну да, алкашку мешать, ишь ты, придумает тоже. Вообще, лучше чистой водки ничего нет. А ты, кстати, это». Мой собеседник ослабил ворот кофты и остановился. «Как у тебя с алкоголем, а? Пьёшь?» «Честно говоря, я был озадачен. Интересно, может быть, я так отвратительно выгляжу, что уже похож на алкаша, или же наоборот, на эту работу берут только совсем уж потерянных людей, поэтому требуется сознаться, что выпить я гораздо». Наверное, непонимание так ярко выразилось на моём лице, что охранник заговорил, не дождавшись ответа. «Да не, парень, ты не обижайся. Я вижу, что ты нормальный, на студента даже похож». «Это я так, на всякий случай спросил. Тут у нас каждый раз устраиваются непонятно кто, а потом спиваются и на работу не выходят. А с виду приличные люди». Грузно отдышавшись, он продолжил. «Я это, устал уже каждый раз экскурсии проводить. Надеюсь, ты тут у нас задержишься. Задержишься же?» «Хотелось бы до сентября как минимум. Потом не знаю, у меня учёба. Поступаю на исторический». Я постарался придать взгляду как можно больше серьёзности и уверенности, и заметил, что мой собеседник тут же расслабился. «Ну хорошо. Как там тебя зовут? Виталик? Считай, на работу ты устроился. Но смотри у меня, особо не пей. Пошли, всё здесь покажу». «Мы двинулись по просторной, очень ухоженной территории, разделённой на разные зоны, каждая из которых соответствовала определённым видам растений. В отдалении располагалось несколько кирпичных теплиц, но особое внимание привлекало огромное высоченное оранжерея с полукруглым стеклянным потолком. Туда мы и направлялись. «Смотри, везде камеры есть, и по территории, и в теплицах, но здесь места особые. Наблюдение? Вот, видишь, там в углу». Взмахом он указал на неприметный глазок. «Ну и дальше по периметру. Недавно поставили, но твоя задача здесь пару раз за ночь всё равно обойти для порядка. Мало ли. Растения разные, есть даже такие, что за большие деньги купить нельзя. Ну или очень сложно. Вот сбоку от тебя, Кападол называется. Сорвёшь его, или попытаешься продать в Индонезии, лишишься головы. А у нас, не знаю даже, может пару лет тебе впаяют. Вот порой и шастают тут всякие, так что в оба смотреть нужно». Идя чуть поотдаль от охранника, я совсем его не слушал. Красота вокруг захватила всё моё существо. Мясистые крупные листья тропических растений почти обнимали моё лицо, а порой требовалось поддерживать руками буйную растительность, чтобы пройти. Пальмы, банановые деревья, другие неизвестные растения, в горшках и растущие прямо в земле, множество кактусов, цветов, заросли плюща или же дикого винограда. Вся эта зелень, которую я, кажется, впервые видел так близко и так много, оставила непередаваемый след в душе. Боясь солнечного света, я почти никогда не обращал внимания на природу. А сейчас, в ночи, я, кажется, впервые заметил красоту растений. Внезапно в глубине зарослей тропических растений я увидел странное движение. Чёрт, что это? Это же не может быть... Там же не может быть никаких глаз. Приблизившись, я понял, что ошибся. Это всё недостаточное освещение и моё плохое зрение. Принял россыпь алых цветов в глубине кустов за огромные, будто воспалённые человеческие глаза. Надо же, что может привидеться в темноте. Но мне не привиделось. Точнее, теперь я ясно увидел, что внутри, где-то там, мелькают странные силуэты. Мрачные и длинные, с необычными, будто вытянутыми конечностями тени, или же люди. Хлоп, резко вздрогнув, я обернулся назад и увидел улыбающееся лицо моего спутника. Что, понравилось? Он ухмыльнулся, будто уже знал, что я скажу. Вы это... Не надо так пугать! Сердце начало испуганно колотиться, словно пыталось вырваться из грудной клетки. Я сделал пару вдохов для успокоения. Кстати, что это за растение? Таблички-то тут нет. Охранник прищурился, подойдя ко мне слишком близко, и я ощутил кислый запах немытого тела. А это, дорогой мой друг, загадка ещё та. Таблички нет, потому что название никто не знает. Нет, самый настоящий эксклюзив из тропических лесов. Один из ценнейших экземпляров нашей коллекции. А сколько людей на него приходят смотреть. Я и не знаю почему, но и сам готов тут простоять, если б не работа. Мне кажется, я... Я видел там какие-то тени и силуэты. Охранник нахмурился, вопросительно сдвинув брови, затем заговорил. Что-то ты больно нервный. Не бойся, парень. Там внутри в глубине зеркало прикреплено. Говорят, отражает правильным образом солнечные лучи. Уставшим голосом ответил он, смахивая в очередной раз под солба. Ладно, нечего прохлаждаться. Работать пора. Завтра в девять вечера, чтобы здесь был. В назначенное время я стоял у ворот ботанического сада и распахнул ограду, переданным мне вчера ключом. Признаться, больше всего мне хотелось снова попасть в ту самую оранжерею, разглядеть внимательно этот необычный мир. Но уже без скучного, маячившего рядом охранника, однако прежде всего я принялся за свои обязанности. Осмотрев всю территорию, я неспеша заглянул в каждую из кирпичных теплиц, отметив довольно печальное состояние кладки, а затем медленно отправился к небольшому помещению, служившему мне рабочим местом, и убедился, что вся камера наблюдения в порядке. Вскоре я распахнул стеклянную дверь. Я вновь появился в оранжерее. В тишине ночи, под скучным светом темного неба, атмосфера была мистической. Растения все так же сверкали своей сытостью, влажностью и упитанностью, и я медленно шел вперед, радуя спокойствию и умиротворенностью места. И вот, признаюсь, мне начало казаться, что и нет никакой оранжерии. Не из стеклянных стен, потолка, металлических ограждений, а я в самом настоящем тропическом лесу наслаждаюсь девственной природой в запертом уголке мира. Нежные тонкие ароматы окутали все мое существо, и вот я уже двигаюсь не по своей воле, а ведомой какой-то силой к тому самому неизвестному растению со странными бордово-красными цветами. И вот оно предо мной, сверкающее всей своей силой, простирая ко мне свои длинные, словно щупальца стебли, нежно обвивает ноги, а затем все выше и выше, мягко подлезает к туловищу, притягивая ближе к себе. Я ощутил давящее напряжение и попытался сопротивляться. Сердце как ошалело и билось все сильнее и сильнее в груди. И я отчетливо понял, что мне не выбраться. Я не могу никак избавиться от тяжелых объятий. Не хватает воздуха. Я пытался дышать, но чувствовал лишь жжение в груди в попытках вдохнуть хоть каплю живительного кислорода. «Помогите! Помогите!» Кричал я, но удавалось лишь шептать сухими губами. Я знал, что даже если бы и мог закричать, меня бы все равно никто не услышал. Обстановка начала меняться, все становилось каким-то липким, сочным, сверкающим чернотой в лунном свете. Цветочный запах сменился терпким, сладковатым, и вдруг все начало отчетливо копошиться. «Господи помилую, да это же личинки!» «Нет, нет, нет!» Уже кричал я. «Пожалуйста, кто-нибудь, остановите!» Я попытался закрыть глаза, но почему-то не мог, не мог перестать смотреть, как все вокруг меня превращается в уродливый театр. Тысячи, нет, множество тысяч, откуда ни возьмись, разного вида личинок, больших и маленьких гусениц, жуков, напоминающих скалопендр или скорпионов, или любых других мерзких тварей с огромным количеством ног. Начали покрывать, будто приклеиваясь липкие листы растений. Они пожирали почти черную, сверкающую оттенками бордового слизь, сочащуюся из листов, и распространяли вокруг себя отвратительный, тошнотворный, сладковатый запах. Теперь я понимаю, что это кровь. Сочная, свежая, настоящая кровь. Я хотел бы кричать от ужаса, хотел бы кричать от страха, но только я пытался открыть рот, как личинки начинали сыпаться с деревьев, забиваясь в рот, попадали в глаза. Мечтал бы я сейчас умереть. Последнее, что я видел перед собой, это зеркало в глубине. Теперь на меня отчетливо смотрели те самые глаза. Кажется, в огромных пронзительных очках я увидел кричащие рты, я даже почувствовал боль, что они пытались выразить своими кровавыми слезами, но ни они, ни я не могли передать свой страх словами. Внезапно, со странным пронзительным криком, что-то приземлилось мне на голову. Я схватился за голову. Что это? Я не могу двигать руками? Наваждение спало. Открыв глаза, я непонимающе уставился вперед. Колени заныли, оказывается, я споткнулся, растянувшись прямо на полу оранжереи. Всё вокруг выглядит ровно так же, как и при моём первом её посещении. Никакой крови и личинок. И никаких кровавых, огромных и страшных глаз. Рядом со мной, чуть поотдаль, огромная птица пыталась клевать бордово-красные цветы. Похоже, именно она только что спекировала ко мне на голову. Как вообще птица сюда попала? Признаться, я испытывал к ней лишь приятные чувства, но всё же состояние растений меня волновало куда больше. И спустя несколько попыток, мне удалось безжалостно выгнать птицу из оранжереи. Смирив пронзительным взглядом, она снова издала странный звук и улетела прочь. Необычная. Слишком уж большая для наших мест. Я не хотел думать о том, что со мной произошло. Предпочитаю просто исключить страшные минуты из памяти. Мне нужна работа, и возможно, я просто переволновался или перенервничал. Хотя нет, кого я обманываю. Видение было слишком реальным, слишком отвратительным, чтобы стать выдумкой. В следующие дни, вместо подготовки к предстоящим экзаменам, я настойчиво копался в недрах интернета, стараясь заглянуть в самые тайные его уголки. Невозможно поверить в отсутствие какой-либо информации по растению, что коварно пыталась свисты меня с ума. Скорее всего, в листьях или цветах содержатся некие споры, воздействующие на сознание. Может быть, это растение-хищник, что-то вроде мухоловок, питающихся насекомыми, что сначала приманивают несчастных своим сладким блаженным нектаром, а позже безжалостно смыкая ловушку собственного тела, растворяют жертв в кислоте, пожирая бедных созданий. Только мухоловки охотятся на крошечных насекомых, а этому необходимо нечто большее. Конечно, мои мысли звучали максимально странно, даже я бы сказал бредово, но я всегда наслаждался разного рода конспирологическими теориями и любил загадки. Я просто не мог разгадать историю неизвестного тропического растения и начал рыть. К моему сожалению, старания не увенчались особым успехом. Я круглосуточно изучал глобальную сеть в поисках каких-либо зацепок, но оставался на том же уровне, что и сотрудники ботанического сада. Я не узнал совершенно ничего. Более того, со мной, очевидно, от переутомления и пережитого стресса начало происходить что-то непонятное. Как-то раз на остановке меня кликнул приятный женский голос. Обернувшись, я увидел перед собой миловидную девушку в короткой юбке и невольно засмотревшись на ее длинные ровные ноги, даже не услышал вопроса. Переспросив, я поднял взгляд вверх и от увиденного резко отшатнулся в сторону. Кажется, от страха зашевелились даже волосы на затылке, а руки покрылись мурашками. Каждый раз, когда незнакомка открывала рот, прямо из нее вываливались огромные комья земли, в перемешку с отвратительными, пугающего вида слизнями. Их мерзкие, липкие туловища начали покрывать все ее тело и лицо девушки, оставляя противные, похожие на клейки, сопли, следы слизи. Комья земли все извергались из ее рта и от отвращения меня замутила. Парочка слизней попала на край моей куртки, и я в панике начал стряхивать их на асфальт, стараясь отдалиться от девушки все дальше. Вероятно, я кричал. Удивительным во всей ситуации было то, что окружающие не заметили гнусное зрелище. Напротив, люди во все глаза уставились только на меня, и кажется, кто-то даже сказал. Аккуратнее, отошли бы вы подальше. Сразу видно, или псих, или наркоман. Что же творится? Что происходит в моей голове? Другие события я помню смазано. Признаюсь, их было так много, что, кажется, вскоре я начал привыкать к тому, что у моего собеседника, например, внезапно вылезают черви из глаз, или он покрывается страшными гниющими струпьями и язвами, источая омерзительный аромат всех мусорных контейнеров сразу. Иногда я видел женщин, у которых вместо рук длинные искореженные лианы, покрытые уродливыми грибами. Порой натыкался на мужчин с изуродованным телом, будто бы они пролежали несколько месяцев в торфе, и теперь полуразложенные бродят по городу. Вскоре я забросил всю подготовку к учебе. История больше не интересовала меня. Я боялся, что попросту сойду с ума, но лихорадочно продолжил искать любую, даже малейшую информацию и, наконец, нашёл. На фотографии, найденной на забытом иностранном форуме, был запечатлён лист бумаги. Там, на индонезийском языке, как я позже узнал, был написан, скорее даже нацарапан дрожащий рукой, рукописный текст. И рисунок дерева с яркими, кровавыми цветами, вокруг которого были начерчены огромные, уродливые, отвратительного вида глаза. Из-за плохой сохранённости документа и недостаточного качества фото, мне не удалось разобрать всё, однако часть я смог перевести. Милахаб Хадия. Одновременно пожирающая и дарующая. В девственных лесах Сумарты, покрытая красными цветами, словно каплями жертвенной крови, оно тянет случайно забредших путников, дабы пожрать, одновременно пугая и приманивая. Увидев раз, лишь самый стойкий сможет разорвать удушливую связь. Остальные станут пищей или же будут одарены, если принесут достойную жертву. Бойся, за дары всегда придётся заплатить. Прочитав последнюю фразу, я истерически начал хохотать. Что за нахрен это всё такое? Я решительно не хотел верить в такую ненаучную чушь, но если признаться, что всё происходящее нереально, то тогда ситуация для меня выглядела ещё хуже. Я просто сумасшедший псих, нуждающийся в принудительном лечении. Мало того, что я и так абсолютно малоприспособленный к жизни интроверт, боящийся людей из солнечного света, с кучей комплексов и страхов, так ещё и сумасшедший. Незавидная перспектива обрисовалась. Наверное, стоило бы впасть в депрессию, но я наоборот, на удивление, стал чувствовать себя гораздо лучше. Легенда, написанная на видавшем вида клочке бумаги, освободила меня от иссушающего поиска крупиц информации. Перестав тратить время на бесполезную деятельность, я снова вернулся к подготовке, а на работу стал приходить более-менее нормальным человеком. Впрочем, какая разница, правда ли это или же вымысел моего воспалённого сознания? Главное, чтобы не мешало жить. К слову говоря, Пётр Михайлович, старший охранник, что познакомил меня с ботаническим садом в мой первый день, видя меня всё чаще, окидывал презрительным взглядом. Очевидно, я напоминал ему алкоголика, как и предыдущие бедолаги. Видимо, боится, что сопьюсь и придётся снова работать за двоих. Горим мы-ка, пусть теперь не переживает. Уверенно подумал я, столкнувшись с ним в очередной раз перед своей сменой. Ночью, когда тишина опускалась на город, и оранжерея, кажется, замирала в таинственном безмолвии, я снова и снова возвращался к... Как там его называют? Милахаб Хадия? Больше я не видел отвратительных картин, что предстали предо мной в первый день. Не было совершенно ничего странного и пугающего наоборот. Я ощущал лишь спокойную уверенность. Теперь это было моим местом силы. Лёгкий шелест вокруг напоминал мне странную мелодию, даже песню, в которой, казалось бы, различимы слова. Прислушиваясь, я пытался понять их, однако слышал лишь одно. Дам, дам, дам. В глубине листвы бордовые бутоны отливали кровью. Я снова увидел странные, огромные глаза. Но нет, конечно же, никакие это не глаза. Цветы. В одну из смен мой телефон резко запищал. Вздрогнув от неожиданности, я посмотрел на светящийся экран. Звонил мой старый приятель Лёха. Наверное, единственный, кого я мог бы назвать другом. «Слышь, Виталь, ты там на работе?» Чуть глотая слова, начал говорить он. «Не против, если я к тебе заеду ненадолго?» Я напрягся. «Лёша, я не думаю, что это хорошая идея. Ты же знаешь, мне нельзя никого приводить. Могут проверить». На самом деле, это была отмазка. Я прекрасно знал, что вообще никому тут не нужен, и при желании мог бы устраивать Тёргии прямо в саду. Просто я планировал пойти к дереву. «Ты что, сливаешься? А как же помощь другу? Виталь, так нельзя поступать». В голосе Лёхи звучала обида. «Меня Маша из дома выгнала. Идти некуда. Пусти, а?» Почти захныкал он. У меня не было вариантов ему отказать. «Спасибо, спасибо, друг!» Радостно закричал приятель в трубку. «С меня пиво!» Спустя время мы распивали принесённое Лёхой чешское, набивая животы чипсами и солёной рыбой. Он был уже довольно пьян, и сейчас его окончательно развезло. И, дойдя до определённой степени кондиции, товарищ начал изливать мне душу. Я уже почти не обращал внимания, что на его груди выросли большие, мягко-жёлтые оранжевые грибы, разорвав и человеческую плоть и рубашку. Теперь для меня подобные метаморфозы привычное дело. «Слушай, Машка моя, она такая дура!» Заплетающимся языком начал он. «Ну и что я сделаю, если у меня денег нет? Как я этот долбанный айфон куплю? Мол, не мужик ты, не мужик! Подарки не даришь, не то, что её подружки-светки, то Дайсон, то Майкл Корс, её олень покупает постоянно!» «А Дайсон, это что такое?» Я попытался прервать уже почти безвязный поток слов друга. Выпив несколько бутылок пива, я немного ощущал приятную расслабленность, но оставался трезвым, а оттого слушать чужие проблемы было весьма паршиво. «Да чёрт его знает, фен вроде какой-то, или пылесос, не знаю, правда, зачем ей пылесос, она такая грязно!» «А хочешь, я тебе кое-что покажу?» Я резко вскочил на ноги и потянул Лёху за край клетчатой рубашки. «Пойдём со мной, тебе понравится!» «Что?» «Куда?» «Виталик!» Немного приобняв приятеля, чтобы тот не потерял равновесие, я повёл его к оранжерии. Не знаю, что на меня нашло, но я вдруг понял, что просто обязан показать Милахаб Хадия другу. «И что это за дерьмо такое? Холодно тут, и вообще, зачем меня сюда привёл? Похвастаться этой травой!» Лёха бесцеремонно пнул листья карликового бананового дерева, что свесилось почти до земли. «Пойдём, Вить!» Крепче сжав его плечо, я встряхнул парня и буквально потащил вперёд. «И вот мы уже возле таинственного растения, что сегодня кажется ещё более торжественным!» Отчётливо раздавалось мистическое пение, звучащее громче прежнего. «Смотри, смотри внимательно!» В священном благоговении я замер, отпустив Лёшин рукав и заворожённо вглядывался вперёд. Дерево, именуемое Милахаб Хадия, на индонезийском будто начало оживать. Мягкие объёмистые листья, словно чувствуя присутствие незнакомца, влажно сверкали в свете луны, стремясь показать себя в лучшем виде, а лианы медленно-медленно двигались в сторону прохода. «Я думал о том, что если Лёха увидит то же, что и я, это окончательно даст мне понять, что я не сумасшедший, что всё это вполне реально. Мысль об этом не давала покоя. «Друг, я всё понимаю, ну ты чего так напился?» Тишину прорезала грубые говорлюхи. «Хорошо сидели, в тепле, потащил же сюда, непонятно зачем. На что тут смотреть? Ещё и ночью. На эту громадину!» Он брезгливо мотнул головой в сторону моего личного идола, презрительно скривив лицо. «Смотри, они даже не знают, что это такое! Случайный выродок!» Следуя за взглядом друга, я заметил небольшой стенд, где сообщалась краткая информация о том, как именно растение попало в оранжерею и о том, что никогда раньше не попадало в поле зрения исследователей и не имеет названия. Я нахмурился, мне был неприятен тон друга. Не то, чтобы я был уверен, что он разделит мои увлечения, но всё же мог бы выражаться и поспокойнее. «Неужели ты не ощущаешь этой красоты? Сад, растения – это всё только для нас двоих!» Лёха рассмеялся. «Лучше бы ты бабу нашёл! Не, такая, как моя Машка, конечно, тебе не светит, но тёлка тебе точно нужна! Я честный и дружеский совет даю, а то ты совсем одичал и сбрендил!» Договорить свою мысль он не успел, так как я с размаху заехал ему прямо в челюсть. «Козёл, как он смеет меня внижать!» Несмотря на то, что Лёха был пьян, он смог удержаться на ногах, а затем, недолго думая, набросился на меня. И вскоре мы кубарем покатились по полу, нанося друг другу хаотичные удары. Несколько лет назад Алексей занимался тайским боксом, поэтому очень скоро я понял, что одолеть его не получится. Под градом ударов я уже не мог отбиваться и просто закрывался в защитной позе, а Лёха продолжал меня колошматить. Никогда не замечал в приятеля такой ярости, хотя бывало, что и ссорились, и даже боролись. Сейчас же мне казалось, что он вообще не собирается отступать и готов забить меня до смерти, и в какой-то момент мне стало отчаянно страшно за свою жизнь. Спиной я наткнулся на стеклянную бутылку, которую, очевидно, оставил здесь Лёха, допив остатки пива. Извернувшись, мне удалось схватить её и резким взмахом разбить о голову друга, отчаянно пытавшегося меня задушить. Его безумные глаза на несколько секунд остановились в одной точке, а затем он повалился на пол. Из разбитой головы струйкой текла кровь, а парень, кажется, отключился. «Вот собака!» мысленно обругал товарища я. «И что с ним такое?» Не зря, конечно, многие люди решительно отказываются от алкоголя. Если бы Лёха меньше пил, он бы смог держать себя в руках, не превращаясь в безумца. А сейчас что? Он выглядел даже жалко в своей мятой клетчатой рубашке с подбитым лицом и спутанными влажными волосами. Вдобавок от него ещё воняло пивом и потом. Был бы чуть грязнее, выглядел бы как настоящий бомж. Ничего, полежит на свежем воздухе, оклемается и пусть валит к своей Машке или кому угодно, главное подальше от меня. Уходя, я снова слышал отчётливые слова за спиной. «Дам, дам, дам». Оставшуюся часть ночи я продремал в коморке, а с утра решил проверить оранжерею. Не хватало ещё, чтобы меня действительно поймали за тем, что веселился с другом и пил на рабочем месте. В оранжерею Лёхе не оказалось, он, как я и думал, проснулся и свалил, даже не извинившись, оставив весь беспорядок. Стёкла от разбитой бутылки валялись по всему полу, а небольшие пятна засохшей крови растеклись по плитке, превратившись в засохшую курку. Быстро убрав всё безобразие и приведя себя в надлежащий вид, я сдал смену и вернулся досыпать домой. Прошло около недели после того инцидента, однако Лёха так и не объявился. Я тоже решил его игнорировать. Придя на очередную смену чуть раньше, я столкнулся с Петром Михайловичем. Он, как обычно, был одет в свою старую засаленную кофту и источал сильное амбре немытого тела. Согнувшись над столом, Михайлович, как его все называли, складывал принесённые газеты со скамвордами и собирался уже уходить, но, увидев меня, замедлился. «Эй, Виталик, ну как тебе работа? Нравится?» – спросил он, скользнув взглядом по ссадинам на моём лице. На его же изъеденном муравьями копошились личинки, яростно откладывающие свои яйца. Я неопределённо пожил плечами. «Да вроде нормально, спокойно, устраивает». Честно говоря, я не хотел общаться с ним дольше необходимого и собрался выйти на улицу, дождаться, пока тот уйдёт. Но охранник остановил меня. «Слушай, тут посетители, телефон в оранжерии нашли. Наверное, забился куда-то в угол, а особо внимательно заметил. Положи к себе на видное место, может, кто объявится, заберёт». С этими словами он передал мне чёрный смартфон в ярком цветном чехле с изображением китайского дракона. «Но бывает, чтобы тут всё без приключений, ладно?» Мужчина добродушно мне улыбнулся, и я впервые заметил его щербатые гнилостные зубы. Покосившись на его переданный телефон, я понял, что он кажется мне смутно знакомым. Именно такой чехол был у Лёхи. Приметный, яркий. На кнопку выключения смартфон не реагировал, но повезло, что зарядка от моего телефона подходила и к этому, и спустя время экран приветственно загорелся. Я уставился на него, задрожав всем телом. Мысль о сознании сразу пронеслась в голове. Это точно телефон Лёхи, сомнений быть не может, та же картинка на экране с изображением скелетов, тот же чехол. Это явно не совпадение. Я сразу же побежал в оранжерею, вдруг удастся что-нибудь там найти. Я тщательно начал обыскивать местность вокруг дерева, но почему-то не смог себя заставить забраться вглубь, там, где стоит это проклятое зеркало. Тишина давила на меня. Мне стало казаться, что за мной наблюдают. «Здесь кто-то есть?» Спросил я отчетливо, хотя голос мой немного дрожал. Ответа не было. Я вернулся на свой пост и трясущимися руками стал набирать телефон сестры друга, когда-то давно забитые в номерной книге. Спустя время я услышал её тонкий голос. «Катя, здравствуй, это Виталик, друг Лёши. Ты случайно не знаешь, где он? Не могу дозвониться». Я не мог сказать, что нашёл его телефон. Я надеялся услышать, что Лёха дома и с ним всё в порядке, однако голос девушки звучал грустно. «Привет, мы хотели тебе звонить. Не знаю, Виталик, он уже несколько дней дома не появлялся. Телефон недоступен, может загулял где?» Маша говорит, что они поссорились на днях. «Вдруг запил». Тяжесть осознания ситуации легла могильной плитой на мои плечи. Лёха пропал. Пропал после нашей встречи. После этой дурацкой драки. Вот же хрень. Я решил не рассказывать его сестре, что мы виделись. Попросту боялся, что могут подумать на меня, если всё же его найдут мёртвым со следами борьбы. Я не был уверен, что мог нанести ему серьёзные повреждения, но кто знает, что с ним произошло позже. А полиция сразу подумает на меня. Ведь зачем заниматься поиском подозреваемого, когда он уже есть? Ещё и телефон его здесь. Не знаю, но в общем, сама знаешь, за ним такого не водится. Если вдруг что выяснишь, сообщи мне, ладно? Я переживаю. Я снова начал вспоминать всё, что знал о таинственном растении, и перед глазами сразу же всплыло слово «жертва». Не может быть, просто не может быть. А что, если действительно Лёху сожрало дерево? Как там говорится, или оно уничтожает тебя, или одаривает, если принесёшь достойную жертву. Если дерево посчитало, что я привёл Лёху в качестве подарка, и теперь готова исполнить моё желание, или как там это всё работает? Омерзительно. Я почувствовал себя полным ничтожеством от своих мыслей, в которых я не печалился о возможности смерти друга, а пытался использовать этот шанс в свою пользу. Жалкий же я червяк. Если поверишь, что всё происходящее реально, а не плод моего поражённого болезнью сознания, то у меня впервые в жизни появился шанс стать кем-то большим, не оставаясь никчёмным персонажем. Я мог бы стать героем, спасителем человечества. Скорее всего, предыдущие охранники с ночных смен тоже не просто так пропадали. И всему виной не алкоголь. Как говорил Михалыч, это всё проклятое дерево. Оно и меня хотело заманить в свой плен, да не удалось. Я сразу вспомнил и странные звуки, и запредельные ощущения спокойствия и комфорта рядом с этим индонезийским монстром. Приятный тонкий аромат цветов и пугающие глаза, отражающиеся в зеркале, вызывающие крайнюю степень ужаса. Отчётливо осознал, только я смогу прекратить следующие жертвы. Я должен, нет, я обязан отомстить за смерть Лёхи. Решение пришло быстро. В одной из подсобок я видел железную канистру, скорее всего с бензином, нашёл спички. Идя к оранжерею, я почувствовал, что футболка прилипла к спине, а пот стекал тонкими струйками с лица. Но я чётко понимал, отступать нельзя, теперь всё зависит только от меня. Сейчас я смотрел на Милаха Бхадия с отвращением. Очарование этого растения больше на меня не действовало. Словно движимые порывами ветра, его крупные листья зашелестели и начали хаотично двигаться во все стороны. Звук нарастал. Дам, дам, дам. Получишь всё. Дам, дам. Но я знал, что больше не поддамся. В темноте блестели отвратительные глаза. Красные с кровяными прожилками, которые лопались, раскрываясь как матрёшки, и из них вылезали новые глаза. А из них новые и новые. Аромат гнили распространялся по всему помещению. В ушах шумело, всё превращалось в жуткую какофонию запахов, звуков и движений. Отвратительное представление. Театр мерзостей для единственного зрителя. Всё громче и громче. Дам, 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 дам. Сбросив в себя оцепенение, я начал поливать дерево горючей жидкостью, уворачиваясь от лиан, что настойчиво стремились затащить меня в своё лоно, а затем, не с первой попытки, мне удалось бросить зажженную спичку. Потом ещё одну, ещё. Огонь быстро охватил дерево, раздался жучайший стон. Я начал плакать, разорвав свою футболку, попытался закрыть лицо от едкого удушливого дыма, что пах палёный и человечиной, а затем сбежал из оранжерея, уже полностью захваченной огнём. Вдалеке были слышны сирены пожарных. Всё кончено, так мне казалось. Но для меня всё только начиналось. Я знал, что я герой, но в глазах остальных я стал поджигателем и убийцей. Пожар уничтожил почти всю оранжерею, однако кое-что сохранилось в углу, где росло то самое неизвестное тропическое растение. Человеческие кости, наполовину растворённые веществом, похожим на кислоту. После исследования были определены, как кости Алексея Долгонравова, пропавшего некоторое время назад. Следователи быстро выяснили, чей телефон был найден охранником дневной смены Петром Михайловичем Хваровским. А просмотренные записи с камер наблюдения запечатлели драку двух молодых людей, один из которых был опознан как потерпевший, а другой был в форме охранника ботанического сада. Конечно же, я давал показания. Я рассказал всё, что знал о Милахабхаде, но будьте уверены, мне никто не поверил. Психиатрическая экспертиза, которую я прошёл, выявила органическое расстройство личности, однако, согласно ей, я был способен осознавать последствия своих действий, а потому не мог избежать наказания. Следствия суд закончились быстро, слишком уж много прямых доказательств было собрано стороной обвинения. На последнем заседании я запомнил глаза Кати, в них плескалось осуждение. Ах, если бы я мог сказать, что в полной мере отомстил за смерть её брата. Сейчас я отбываю наказание в колонии и больше не вижу изуродованных людей. Но не было ни одного дня, когда бы я не вспоминал о том, как сложилась бы моя жизнь, приняв бы я предложение проклятого дерева. Ну что ж, дорогие друзья, всё остаётся, как говорится, на ваш суд, стоило принимать предложение дерева или нет, или жертва, как говорится, была принесена зря, это всё шутки, естественно. А если вы дослушали историю до самого конца, поставьте эмоди или смайлик дерева, так мы узнаем, сколько нас дослушавших историю до самого конца. Услышимся в следующей интересной истории. Кстати, напишите в комментариях, чего бы вы загадали, только давайте без запрещенок.